26 творческих номинаций, почти 2000 участников из 77 регионов страны. Все это 11-й молодежные Дельфийские игры России. Соревнования молодых и талантливых в классическом, народном и современном искусстве. За дельфийскими медалями в Москву отправились и наши земляки. На пустовал сборную сам губернатор, а провожал весь Красноярский край. Об успехах красноярцев на дельфийских играх расскажет Александр Лазарев. В красных форменных футболках с надписью «Красноярский край». Дельфийская делегация в составе 93-х человек отправилась в столицу нашей Родины. В самолете их спрашивали, ребята, вы куда? Они гордо отвечали на Дельфийские игры России. В этом году 2000 молодых участников со всей нашей страны приехали на 11-й молодежные Дельфийские игры России в Москву, чтобы побороться за высшие награды в классическом, народном и современном искусстве. От скрипки и академического пения до диджейнга и дизайна одежды для красноярских дельфийцев это уже девятые игры. Перелет до Москвы занял несколько часов. Теперь у ребят есть время передохнуть и перезнакомиться между собой. Я уже очень долго езжу на Дельфийские игры. Шестой раз. Меня зовут Лиза Дрозд. Очень приятно, добрый вечер. Приехала на Дельфийские игры первый раз. Очень интересно узнать, что это такое. Ну, как бы особо ничего сказать не могу. Первый опыт. Самый первый опыт. Я вообще никого не знаю из команды. Сегодня, поэтому даже пошел один за соком и меня потеряли. Впереди три трудных конкурсных дня. Их надо прожить вместе. Взаимовыручка и сильный командный дух всегда отличали нашу сборную. Краснодарский, Антон Евгеньевич, Красноярский край. Номер один. Единственным испытанием в первый день стала жеребьевка, которая имеет большое значение для участников. Каждому хочется вытянуть свой счастливый номер. Есть разница. Первым вроде бы так выйдешь, немножко можешь стушеваться, зажаться. Ну, в принципе, большого-то значения не имеет. Но я вытянул десятый, мне это устраивает. И перегореть не успею. И уже зажиматься не надо, потому что уже начали. Хотелось бы поближе к самому началу, чтобы поскорее, так сказать, отмучиться в кавычках. Ну, чтобы не так уже было волнительно. Просто оставалось ждать. Хотя это тоже очень накаляет иногда. Но сегодня тебе повезло, в основном. Ну, неплохо, да. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не нашелся ей в ответ. Вот так прошел первый день красноярской сборной в Москве. Сейчас ребятам нужно отдохнуть после долгой дороги и хорошенько выспаться, потому что уже с завтрашнего дня начнутся конкурсы, а вместе с ними волнение, переживания и, возможно, бессонные ночи. Не сразу все устроилось, Москва, не сразу строилось, слова Москва. Московское время – 7 утра, а Лиза Дрозд уже час как на ногах. Сегодня первый конкурсный день в номинации «Эстрадное пение». Для Лизы «Дельфийские игры» – возможность профессионального роста, как вокалиста-сольника. Ведь серебро на детском Евровидении она получила, выступая в дуэте. Александра, Александра. Отправляемся на конкурсную площадку вместе с Лизой, чтобы понять, в каком режиме приходится работать дельфийцам. По приезду на место – регистрация участников. Ваш номер, по-моему, по-моему, 17. Затем небольшая, но обязательная распевка. И репетиция, где каждому участнику дается всего 5 минут. За это время исполнителю нужно успеть сориентироваться на сцене. Лиза теперь может оценить, насколько сильна конкуренция в ее группе. Но настроение у сибирячки – боевое. Конечно, вот эта вот небольшая конкуренция, которая есть, она подстегивает. И волнение тоже дает тебе какие-то силы сделать все возможное для того, чтобы отлично выступить. Но мне кажется, главное – это действительно идти вперед, не оглядываясь. То есть, что ты поешь для себя, чтобы тебе главное понравилось. Исполнить свою песню перед жюри Лиза смогла уже ближе к вечеру. Отборочный тур закончился. Впереди финал. В таком режиме с раннего утра до позднего вечера приходится работать всем дельфийцам. Конкурсные площадки на дельфийских играх разбросаны по всей Москве. Мы стараемся успеть везде. Буквально через 10 минут наши танцевальные коллективы будут выступать. Надеюсь, успеем. По правилам конкурса каждый танцевальный коллектив должен показать два номера в течение часа. Коллектив «Калипсо» представил на суть жюри и зрители две абсолютно разные постановки. Один из них – о природе телефонного звонка. Ну, мы живем в век технологий. И все равно, несмотря на интернет, все пользуются мобильным телефоном. И вот как проходит звонок, никто не задумывается, а мы задумались. Единственной ночной номинацией на дельфийских играх является диджеинг. Здесь дельфийцы могут отдохнуть, потанцевать и, конечно же, поддержать своего диджея. Каждый диджей должен был за 20 минут смиксовать музыку и поднять настроение публики. Именно таких критериев оценки придерживало жюри. Наш диджей Денис Ибрагимов заводил публику не один. На помощь пришли девушки из танцевального коллектива «Экспрессия». Красноярские дельфийцы постоянно чувствовали поддержку всей команды и, по возможности, помогали друг другу. Денис признается, что к участию в дельфийских играх отнесся очень серьезно. Вполне, как бы, очень хорошо, я думаю, выступил. Потому что я готовился, прям, несколько недель, сел дома, закрылся, никого не пускал, ни с кем не разговаривал. Я репертуру выбирал из того принципа, что, как бы, то, что весело и то, что заводит. А не из того, что знакомо, что привыкли слушать по радио, а то, что, ну, как бы, и весело, и хочется танцевать. Наша команда от выступления Дениса была в восторге. Ребят, как танцевалась под музыку нашего диджея? Ну, у нас диджей очень крутой, треки очень популярны, очень классные, смиксованы очень хорошо. Прямо ритм задавал очень сильный, сам танцевал, сам зажигал, очень хороший диджей. Я хоть не на сцене был, но подача чувствовалась. Для меня это была единственная площадка, в которой я смог принять хоть какое-то участие. Здесь представлен мужской мундир. Он модернизирован под женский. Он получился очень яркий, парадный за счет своих деталей. Это белый мех, красные ленты и бусины, которые блестят. Номинация «Дизайн одежды». Наш дизайнер Дарья Конькова показывает свой конкурсный костюм, который она сотворила, вы не поверите, за пять часов. Не меньшая доля ответственности лежит и на нашей модели. Для нее выйти на подиум, да еще и в костюме гимназиста 19-го столетия – большая честь. Я чувствую, что мне не хватает в руках оружия. Почему? Ну, потому что такая статность у меня появилась сразу. Я понимаю, что я не могу согнуться не потому, что физически не могу, а потому что чувствую на себе такую ответственность. И вот мне прям не хватает пистолета в руках. Еще один этап конкурса дизайнеров – домашнее задание. Коллекция Даши – это воплощение ее мысли о современности и мире, в котором мы живем. В костюмах использованы флюорографические снимки, которые дополняют образы современных девушек на фоне городов 21-го века. Ну, молодец. Спасибо. Жюри пришло в восторг от работы нашего моделера, а значит, можно надеяться на награду. Кое-кто из наших ребят приехал на игры с огромными сумками. Спросив разрешение у хозяина, давайте заглянем в одну из них. Так. Сковородка. Ковшик. Не удивляйтесь, это сумка участника номинации «Кулинарное искусство». Кулинария – это действительно искусство. Я еще раз убедился в этом, когда оказался на самой вкусной номинации «Дельфийских игр». В кулинарных шедеврах тоже прослеживалась историческая тематика конкурса. Жарю, парю, жарю, парю, жарю, парю, варю. Жарю, парю, жарю, парю, жарю, парю, варю. По правилам участникам дается три часа. За это время необходимо успеть приготовить первое горячее и десерт. Ммм, вкусно. Сам бы ел, дожить охота. Наши повара успели даже поделиться с нами своими кулинарными секретами. Рецепт успеха – это волнение и стремление сделать то, что ты считаешь невозможным. Мастерство участников должно прослеживаться и в изящной сервировке. Кстати, это одна из важных составляющих работы. Дело тонкое. Дарья Конькова, Елизавета Дрозд, Денис Ибрагимов, Виктор Овечкин стали серебряными призерами 11-х молодежных дельфийских игр России. Но на них не замыкается круг наших побед. Делегация Красноярского края привезла домой одну золотую, семь серебряных и три бронзовых медали. По семи номинациям были вручены специальные дипломы жюри. 69 молодых красноярских талантов выступили в 19 номинациях дельфийских игр. 15 из них стали для нас призовыми. Такое количество медалей красноярцы завоевали впервые. Значит, талантливых ребят у нас год от года становится больше. Убедимся в этом на следующих дельфийских играх.